а в чем сила брат а вот чем и правда в чем сила оставляйте свои ответы в комментариях а пока вы думаете просим любить и жаловать новичок бюджетном сегменте ай бикю force в переводе с английского сила проверим же в чем сила этого новобранца упакован смартфон в такую вот аккуратную красную коробочку открыв ее мы увидим первым делом сам гаджет далее блок питания юсб кабель наушники что конечно же является приятным бонусом и документация сила не сила а дизайн простой и выдержанный форм фактором смартфон чем-то похож на американского яблочного собрата корпус выполнен из матового пластика приятно лежит в руке и даже не думает выскользнуть справа на корпусе находится кнопка включения слева качельки громкости снизу микрофон сверху мини джек 3 и 5 и микро юсб разъем для зарядки и передачи данных на лицевой панели 30 сенсорные клавиши разговорный динамик и фронтальная камера но про нее чуть позже на тыльной стороне динамик и основная камера со вспышкой под крышкой мы видим аккумулятор и слоты для двух sim карт а также карты памяти взглянем на экран а смотреть на него поверьте одно удовольствие бюджетный смартфон и IPS технология не так уж и плохо то есть это значит что будет большой угол обзора и картинка будет различима даже на солнце разрешение hd отзывчивость два пальца не так уж и много но при этом какого-то явного дискомфорта я не ощутил все понятно и просто управляет этим крепышом процессор от mediatek четырех ядерный с тактовой частотой 1 ггц графический ускоритель мали т720 и 1 гигабайт оперативной памяти для хранения информации бики оснащен восьми гигабайтами встроенной памяти а также ее можно расширить до 64 гигабайт с помощью micro sd флешки то есть антуту force набрал 18233 очка не так уж и много да он не входит десятку лучших смартфонов мира бюджетник как никак но не зря его назвали force в играх он себя ведет достаточно резво и гоночки и аркады даже какой-то небольшой шутер подтянет комфортно в общем за эту цену круто камера не сильная сторона этого смартфона вы конечно можете сделать фото и видео для своей страничке в социальной сети но если вам важно хорошее качество изображения то советуем вам присмотреться к более продвинутым аппаратом таким как например meizu m3s mini что касаемо сетей то смартфон поддерживает 4g lte соединения что немаловажно современном мире аккумулятор объемом 2000 миллиампер часов не так уж много для гаджета 2016 года но утилита cpu z показала что в режиме ожидания работа только одно ядро а когда вы подключаете какую-нибудь игру то врубаются остальные ядра то есть процессор достаточно энергоэффективны чтобы гаджет проработал в течение дня работает бики у ford на стоковом андроиде 60 маршмеллоу и все тут в принципе привычно разблокировав устройство мы попадаем на рабочий стол их количество можно отрегулировать также здесь поставить различные виджеты обои и прочее в общем как и любой android здесь все видоизменяется сверху меню быстрого доступа кто пользовался тот знает кто нет не пожалеете изначально тут установлен стандартный набор приложений но есть одно про которое стоит рассказать отдельно называется она подари жизнь если благотворительность для вас не пустое место то есть вы не можете не только перевести бабушку через дорогу снять котенка с дерева а также не против оказать финансовую помощь нуждающимся то для вас пригодится это приложение она позволяет сделать пожертвования получить благотворительную открытку следить за историю пожертвований а также зарегистрироваться в базе доноров кроме того с каждого купленного смартфона на коробке которого есть такое изображение будет перечислена часть средств в благотворительный фонд подари жизнь что мы имеем в итоге смартфон который подойдет всем хотя нет если вы ищете гаджет с каким-то огромным количеством ядер или безмерными гигабайтами оперативы то этот гаджет не для вас но если вы цените что устройство просто надежная практичная с 4g мобильным интернетом ярким ip с дисплеем на котором можно смотреть фильмы серфить да и игр знаете здесь не так уж и мало узнать о нем более подробно поможет ссылка в описании а у меня на этом все всем пока если обзор вам был полезен то поставьте лайк а если остались вопросы оставляйте в комментариях